Друзья, всем привет! Вы слышите SD-Cast 90 и даже уже выпуск. И у меня в гостях сегодня Андрей Ермаков, ведущий разработчик из компании Tinkoff.ru. Андрей, привет! Привет! Ну, по традиции, расскажи чуть-чуть больше про себя вообще, как давно и чем ты занимаешься. Ну, я вообще разработкой занимаюсь сколько? Восьмой год. Начинал я с того, что писал, значит, прошивки под Android-устройство, потом веб-разработкой занимался и бэкэндом, и фронтэндом. И вот последние года три, наверное, я все больше и больше в сторону разных девопс-задачек, CI-серверов, пайплайнов, вот этого всего ухожу. Ну, все равно как-то разработкой-то ты, я так понимаю, занимаешься, тем не менее. Ну, у меня прямо сейчас, знаешь, как получается, что я в основном какие-то там архитектурные штуки должен делать, но чтобы скилл не терять, я все время там прошу, дайте мне какой-нибудь маленький сервис, я его там накатаю. Понятно. Да, я хорошо понимаю, когда тоже вот, так сказать, программируешь много, потом неожиданно там как-то больше уходишь в архитектуру, ну, неважно куда, там, в темлит, в архитектуру, там, управленческие вещи. А программировать хочется, да, тоже, ну, дайте я там что-нибудь напишу хоть где-нибудь, ну, пожалуйста. Ну, да, иногда это боком выходит. Да, да. Ладно, мы, в общем, сегодня в основном хотели с тобой как раз поговорить там про CICD-процессы, вот, так, не так давно на прошедшей конференции там DevOps.conf ты даже там выступал, кажется, даже с двумя докладами, насколько я помню. Вот. Ну, и, в общем, по вот этой тематике, по всей, да, давай, наверное, как-то для начала, ну, вот такой, такой небольшой тип экскурса, да, как обычно, чтобы как-то нам погрузиться в этот контекст. Раньше-то особо никаких CICD-процессов не было, и, в общем, все было просто. Все там что-то где-то там, может, HTML-ку забили или там какой-нибудь там сервис написали, ну, ручками залезли, забили, а то и прямо на продакшене make, configure, make, make, install что-нибудь сделали, такое, да, но сейчас, конечно, все это, ландшафт всех этих процессов, он очень сильно изменился, да, и вот, ну, может быть, знаешь, чтобы было более интересно, как бы это обсуждать, так, не в вакууме, да, вот расскажи, как раз-таки, я помню, ты рассказывал там про то, как у вас были процессы там вот в тех командах, где ты сейчас там в Тинькове работаешь изначально, да, и как вы их меняли, ну, и как раз, я думаю, вот в этом контексте мы попробуем обсудить всякие вопросы. Ну, смотри, во-первых, там, все понимаем, что первые две буквы CICD, которые continuous integration были, там, 200 лет назад, может быть, их люди так не называли, но мне кажется, вот, как только индустриальная разработка началась, там, где-то с 90-х точно уже что-то такое у всех было, то есть, там, идея, что нужно запускать тесты на каждое твое изменение, она, в общем, не очень новая. Безусловно, безусловно. Причем, ну, там, не надо для этого писать микросервисы на код, можно и на C-код, вполне тесты писать и запускать, а люди так и делали. А вот часть CD, она, как бы, как мне кажется, наиболее стала актуальна, когда появились продукты, которые полностью в вебе находятся. То есть, если у тебя, например, есть железка, и ты для нее пишешь прошивку, то тебе, в общем, ну, там, это отдельная тема, есть доклады, но, в общем, у тебя там CD такой специфический. То есть, это непростая задача, как там сделать. Абсолютно. У нас как раз, вот, мы занимаемся, там, у нас такие программно-аппаратные комплексы, да, тут, как бы, вот, там, по кнопочке, чтобы оно все куда-то заливалось, разливалось, там, с железкой, так сказать, состыковывалось, это не самая тривиальная задача. Я, например, помню, что был доклад там, там, на какой-то из предыдущих конференций от ребят, которые делают, по-моему, вот, стриминговую, короче, видеоплатформу, вот, они рассказывают, как им там, не просто, что им там нужно специально у клиентов разрешение спрашивать, чтобы им там раскатать на их сервера вот бета-версию, и это, типа, у них такой continuous delivery. А когда у тебя, как у нас, продукт, он полностью в вебе, и, в общем, ты, как его предоставляешь, как SaaS, что ли, в решении, то есть, все ручки контроля у тебя, а пользователь просто вот открывает браузер страницу или, там, ну, на телефоне открывает, если это какой-нибудь ПВА, то он просто смотрит и все, и пользуется, и, соответственно, тебе никто не мешает, чисто технически, накатывать изменения, там, хоть каждые 15 минут. Но интересно, что команды, которые я до этого был, они тоже были, как бы, based продукты, и там тоже, в общем, чисто технически тебе никто не мешал, как казалось, это делать. Ну, так, что-то мне пишет Pointwork Connection. Ну, да, может такое быть. Вот. Так, тогда пингани, если мне плохо будет слышно. Да, если что, я тебе, конечно, скажу. Да, ну, и, соответственно, как бы, доказал, что, ну, то есть, мы понимали, что проблема, в общем, такая, больше организационно и в подходах, чем в том, что там чисто техническая возможность это делать. Слушай, ну, вот вообще, в принципе, в DevOps, ну, в этом направлении, как бы, мне кажется, больше и больше, так сказать, сложностей и вопросов, они лежат на какой-то вот организационной стороне, нежели чем на технической. Ну, по крайней мере, сейчас. Может быть, раньше это было не так, там было меньше инструментов, да, но вот там в последнее время инструментов вообще есть на любой вкус и цвет. А вот именно выстроить эти процессы, там, как-то организовать, договориться, выкатить какие-то требования такие или, там, процессы выстроить, это более сложная задача. Как ты считаешь? Ну, смотри, вот у нас там стояла, например, задача чисто техническая изначально поставить, там, чтобы тебя по кнопке можно было, там, в любой момент задеплоить на продакшн, чтобы это происходило, там, как можно чаще. В общем, там, при условии, что мы некоторые инструменты изначально не знали, то есть, я до этого в Тинькофф не занимался именно, вот, там, CICD pipeline и так далее. Как только мы их освоили, ну, там, пару месяцев максимум у нас ушло, и дальше оказалось, что, в общем, команда вовсе и не готова к тому, чтобы у нее, там, каждый день что-то куда-то уходит на продакшн. То есть, люди, ментальная модель такая, что у тебя есть какой-то, вот, ты, там, сделал изменения, запушил тестировщиках, проверил, и дальше два варианта. Либо ты, там, знаешь, что происходит, и просто знаешь, что у тебя есть минимум еще неделька, пока оно, там, куда-то уедет, и ты все успеешь пофиксить, либо ты вообще, там, ну, то есть, иногда разработчики понятия не имеют, а что же там такое происходит, как то, что я понаделал, попадает на продакшн. То есть, это какой-то такой мэджик между ним и продом. Ну, вот, хорошо, расскажи, вот у вас, да, тоже была, ну, классическая такая, да, модель, что вот все это окажется, и вот вы, значит, запустили по кнопке, вот, вот, и расскажи, как вы разработчиков к этому процессу адаптирули, то есть, с какими сложностями столкнулись. Ну, у нас такое, знаешь, было изначально посылом на наши команды, потому что нам, по сути, вот, параллельно с разработкой продукта поставили прямо вот задачу, там, ребята, нужно научиться это делать. Вот, часто деливерить, и, в общем, в самом начале у многих был такой, даже у тестировщиков, у разработчиков такой заряд бодрости, который, как бы, то есть, мы тут как такой спецюнит, который сейчас резко всем научится, но как только, в общем, главная проблема была в том, что как только мы столкнулись с реальностью, когда мы реально стали, там, каждый день это лить, и нас пошли там разные интересные вещи, вроде как, не знаю, ты залил на продакшн, какая-нибудь миграция кривая, что-нибудь там у тебя упало, то есть, когда у нас даже пользователей еще не было на продакшне, там он, ну, в общем, когда мы только начинали весь процесс, отлаживали, там довольно часто что-нибудь падало, и, в общем, у всех нормально так ручки холодили от этого, потому что неприятно, когда у тебя что-нибудь там лежит. Не, ну, это хорошо, что еще был это никогда уже, так сказать, боевой сервис, то есть, одно дело, когда знаешь, что там есть боевой живой продукт, ну, сервис какой-то, которым пользуются люди, потом вы там выкатываете новую версию, начинаете догнать, а там периодически что-то падает, отваливается, какие-нибудь, знаешь, 500-е, что-нибудь такое, это уже совсем другое, то есть, вы все же у вас какое, ну, а-ля там альфа-бета какой-то такой запуск был, в общем, на котором... У нас был, знаешь, какой-то период где-то с февраля по май, когда у нас чисто технически мы катились на продакшн постоянно, но фактически там никого кроме нас не было, вот, то есть, у нас было несколько месяцев, даже, может, по апреле, где-то в апреле в конце мы начали запускать живых людей, и, в общем, ну, когда продукт, знаешь, мы ставили самым главным проблемой, когда продукт стал, как бы, ну, уже такой взрослее, у нас стало больше тестов, все наши какие-то наивные подходы, они перестали работать, когда там просто все подряд везде запускаешь, и, там, мы, например, с самого начала сказали, а давайте там только тесты будут все проверять автоматически, но оказалось, ничего подобного, ничего не там автоматически до конца проверить не могут, там есть такие эзотерические баги, которые никаким тестом не покроешь. И, как бы, в этот момент начались там даже определенные, ну, там, тренеры такие серьезные в команде, потому что, ну, у нас там есть бизнес-заказчик, бизнес-заказчик ему, в общем, все равно, каким образом ты достигаешь качества, ему важно, чтобы оно было, то есть. Ну, логично, обычное требование бизнеса, да, ему не интересны все ваши, там, технические подкапотные игры, вот эти. А трения в чем были, так сказать, вот, в борьбе за качество или способе достижения этого качества? Ну, трения были какие, смотри, у нас была такая еще, значит, идея интересная, что мы хотели, чтобы разработчики писали все тесты автоматически, вот, а тестировщики, они такие были бы, типа, там, в белоснежном плаще я пришел, научил разработчик, как там правильно все это делать, что-нибудь там руками в самом конце потыкал процессы доставки, пять минут, и, в общем, все. И оказалось, что ничего подобного, во-первых, разработчики пишут и пишут, пишут эти тесты, и, в общем, тесты постоянно начали падать, потому что там есть там сторонние зависимости, сами фреймворки тестирования, они там не идеальны, вот, то есть, там, куча-куча мелких вопросов, в которые, там, вот, то есть, у тебя есть, там, 15 причин, почему он может упасть, вот, каждый из них у нее небольшая вероятность, но когда они все друг на друг накладываются, оказывается, что тесты падают там чуть ли не каждый день, ну, то есть, они, причем, падают именно в понятии, как флаги тесты, когда у тебя они по факту проходят, а на самом деле, там, то проходит, то нет. Интересно. И это очень раздражает всех людей, потому что, ну, сидеть там, что-то перезапускать руками постоянно, это так себе идея, и потом тестировщики, изначально-то им сказали, там, ребята, вы сейчас тут будете, значит, как кучи такие ходить, всех учить, как правильно что делать, а по факту они сидят с утра до вечера, что-то там руками проверяют, чтобы случайно не пропустить багу, которую наши чудесные тесты не нашли, вот, и потом, как бы, не словить там на продакшене каких-нибудь веселых лузов от этого. Хорошо, ну, вот ты расскажи, как вы выходили из этой ситуации? Ну, выходили мы, в принципе, как, мы просто сели, попытались понять, что же там за баги такие, оказалось, что, в общем, там, большая часть вот этих багов, она реально, такой, относится к категории, знаешь, найдена случайно, не знаю, как сказать, то есть, это не какой-то сценарий пользователя, когда вот я пошел сюда, я пошел туда, вот, а оно там, вот, ну, там, не знаю, в общем, пользователь это такая, как там кто-то в твиттере писал, рандомизированная автоматическая машина по поиску, значит, хаотичному поиску багов в вашем продукте, вот там такие баги постоянно всплывали, и, в общем, ну, мы в основном решали, конечно, двумя подходами, во-первых, мы обсуждали все это с разработчиками, и мы спрашивали, где у вас болит, то есть, например, оказалось, что мы там определенные тесты писали на каких-то фреймворках, там, которые, ну, то есть у нас была там идея, что, может быть, тестировщики будут им помогать это писать, поэтому мы хотели там, чтобы тестировщики понимали, как эти тесты написаны, оказалось, что тестировщикам времени вообще не остается ничего писать, во всяком случае, вот эти там более низкоу령ные интеграционные какие-то тесты на бэкэнде, там, помогать писать или тесты API, и разработчики просто там говорят, ребят, Может мы будем все-таки как нам удобно их писать Мы такие отложили в сторону Свои какие-то идеологические идеи Сказали, да, конечно, давайте Как только они начали писать тесты своих сервисов На том, что они там хотели То у них резкая стабильность повысилась Вот Потому что там казалось, что есть Инструменты более лучшие А, ну то есть изначально Вы как бы как раз хотели сделать более унифицированный Скажем так, процесс, ну такая была идея Да А на самом деле по факту разбилось оно сурово Реально, что для каждого типа сервисов Для каждого языков, фреймворков Есть более свои правильные Удобные инструменты И пришлось немножко пойти В эту жертву в сторону увеличения Зоопарка разных технологий, но зато оно дало На выходе Повышенное, ну большее покрытие Лучшее качество тестов Ну там, как сказать, там Как бы не бывает пряники без кнута То есть там минус-то случился в том, что Кроме разработчиков этого сервиса Часто никто не может до конца ответить Что да, действительно эти тесты делают то, что они делают Там, что написано Вот-вот, интересно, да, как раз-таки Какие, так сказать, там Плюс, понятно, мы получили, что да Разработчику, во-первых, приятнее писать тесты Да, там может быть еще какие-то там Качества, как ты сказал Самый главный, собственно, показатель, да, повышен Но вот минусы Да, очевидный минус, что Может быть какой-то специфичный фреймворк Который там действительно только один Или там На каком-нибудь языке Который там только разработчику понятен Да, а что еще? Какие-то вот там плюсы-минусы Можешь Ну там даже минус, знаешь, в чем заключается В том, что как бы Если это там Язык и фреймворк, который все мы понимаем Ты можешь открыть код Посмотреть, да, действительно Там Мы с ним, с разработчиком Говорили, что он тестирует такие-таки сценарии Да, действительно, он их тестирует И он их тестирует так, как мы думаем Он должен это делать А тут ты как бы не уверен Потом начинаются более хитрые вещи Что у тебя там какие-то сервисы Тебе норм тестировать Там интеграционно Прям вот Поднять его и протестировать Какие-то сервисы Нет смысла так тестировать Ты должен там замакировать Не все зависимости И это тоже, в общем Начались такие материи Которые уже тестировщикам Становится сложнее объяснять И постепенно мы сейчас Пытаемся прийти к тому, что То есть Тому По сути Мы пытались этому идти с самого начала Но только сейчас Наконец-то все поняли Как это правильно делать То есть что Задача тестировщика По большому счету Быть таким Квальти-гитвеем На самом-самом-самом Верху где-то Вот В терминах Продуктовых Бизнесовых Вот там Не на уровне деталей Там взаимодействия Друг сервисов И при этом Его задача Как-то научить разработчика И в принципе Наша задача Как команда Там Не знаю Моя может быть Привить разработчику Вот это желание Чтобы у него там было Высокое качество Тестов и так далее То есть если разработчик Сам головой понимает Что ему нужно Чтобы вот Мой сервис Он всегда был зелененький У него все было хорошо Ко мне никто не приходил Там с багами С боями на продакшн Чем-то таким То мне нужно написать Автоматические тесты Дальше если я хочу Чтобы эти тесты Какой-то смыслами Или они просто там Бежали Мне нужно их правильно написать Протестировать Там Не только Что я там Вызвал API Оно мне вернуло 200 Ну и там Все остальные Побочные варианты Что-то может пойти не так Ну Слушай Ну вот интересно Как это Потому что в принципе Как вот Вы эту парадигму Так сказать В головах разработчиков Меняли Потому что мне кажется Это такая непростая задача И не всегда разработчики Прям вот сходу Понимают вообще Вот именно Глубину этого То есть да Ну есть там Знаешь Когда там Первая стадия Типа люди не пишут тестов Потому что они считают Что это нафиг не надо Там есть тестировщики Все проверят Ну окей Давайте писать тесты Ну давайте ладно Вот человек значит там Начал писать там Какие-нибудь там Не знаю Юнит тесты Это одна стадия Да там Во-первых В некоторых случаях Это потребует Переколбашивание Всего кода Да Что может тоже стать Неожиданностью Для разработчика Просто чтобы иметь Возможность его Хоть как-то оттестировать Там да Разбить на какие-то Юниты там API и так далее Вот Дальше вот ты говоришь Да там Ну окей А пишные какие-то сервисы Значит там Не просто написать там Что да Вернулось 200 ок А еще и проанализировать Там ответ Попробовать как-то Какие-то может быть Граничные Задать там Условия Как при них Все работает Вот как это То есть это просто Вы как там Вместе с тассировщиками Проводили какие-то там Не знаю Ну там не лекции Что-то такое Какое-то Учение что называется Или вот как вы Это внедряли Вот это все В головы разработчиков Я тебе расскажу Как мы это делали И как мы это будем делать Давай Делали мы это естественно Через пень-колоду Там каким-то таким Нелинейным путем Потому что мы же не знали То есть у нас не было такого Мы такие сели и поняли Ага Вот так вот надо В умных книжках пишут То есть мы это делали как Обычно это делалось там Ну во-первых Индивидуально С каждым разработчиком То есть у нас есть там Ну к счастью Большая часть наших разработчиков Им не нужно объяснять Почти по-моему Вообще никому не надо объяснять Почему надо писать юнит-тесты То есть у всех есть полное понимание Да нужно писать юнит-тесты Это норм Юнит-тесты это не та часть тестирования Которые там Обязаловка или еще что-то Это та часть тестирования Которая про твою там Архитектуру Поддерживаемость В общем она тебе самому Как разработчику нужна Ну да Вот А дальше начинается Что там Такие и такие виды тестов И в принципе Оказалось что важнее всего Как бы спросить Самого разработчика Как он считает Это надо проверять Ну и поскольку Мы все-таки работаем Там со здравыми людьми У которых есть там Чувство ответственности И так далее То у них нет там варианта Никак не надо проверять С другой стороны Если у тебя есть Какой-нибудь там Граничный сервис Ну не знаю У тебя есть сервис Который там Генерирует наши внутренние Какие-то отчетики Ну может его действительно Никак не надо проверять Ну упадет Ну хорошо Окей Мы не получим там Один какой-то свой отчет Мы его пойдем Починим Вот У него там пользователи Там типа 15 человек Вот Не страшно Если он упадет А есть сервис Которым там Корневой Которым пользуются все На свете Ну здесь нужно То есть Как бы в каждом случае Мы пытались плясать От Как сказать Важности того Стоимости сбоя Каждого сервиса Для нас Вот Соответственно Ну там Накидывать больше вариантов Как его можно проверить Мы старались идти Не только от того Что вот ты разработчик Вот то сервис Ты пишешь тест А на уровнях выше То есть например Там На уровне UI тестов Автоматических каких-то Еще мы старались Проверить именно там В ту функциональность больше Где Сильнее болит В плане людского Вот Как бы Качество То есть Как вот Разработчику это привить Ну выходит так Что Если разработчику Это не надо То никак Ну Проще Не знаю Найти там Разработчику Там какую-то Другую задачу Или Дождаться пока У него очень больно ударит И тогда Он сам поймет То есть У нас резко Все поняли Что надо писать Больше тестов Когда у нас там Вот Ну в общем Как только всех достает Что там что-то Где-то падает И надо резко Ити чинить Вот Все сразу понимают Ага Надо тесты Я Слушай Ну я так понимаю У вас соответственно Там получается Ну там Unit test Окей Это самый нижний уровень Дальше есть какие-то там Интеграционные тесты UI тесты Все это Вот вы как бы Тоже автоматизируете Чтобы оно у вас Автоматически было Так сказать На каждый там Ну Не каждый чих Может быть Но на каждый там Такой билд Который планируется Выкатить в В продакшн Правильно? Ну ты знаешь Мы там Чисто технические Вопросы с падением тестов Решали еще так Что мы побили там Все наши тесты На подгруппу То есть у нас есть Там такой Смоксьют Где Там Ну Оно живет В принципе Есть там Более расширенные Разные И мы сейчас У нас есть Ну там На каждый полреквест У нас обязательно То есть ты не можешь Ничего замерзнуть В основной бранч Если у тебя Не прошли тесты Причем Несколько там разных И мы в частности Гоняем Например Если у тебя есть Апишка Которая торчит Наружу И ей пользуется Какой-то фронтенд То мы гоняем Эн-то энд тесты Смоксьют Эн-то энд тестов Этого фронтенда Поверх Окружения В новой версии Этой апишки Чтобы убедиться Что ты не допустил Каких-то совсем Уж там Тупых багов То есть Если ты там Вдруг резко поменял Контракт API Забыл об этом сказать Или ты там Что-то такое сделал Что тебе на какой-то Очевидный вызов Там не 200 А 500 Друг начал приходить То такие вещи Ну Если вдруг Они прошли мимо Там тестов Их легко можно Отловить там На каком-то Минимальном наборе Там не знаю Зайти залогиниться Туда-сюда Кликнуть И это время Много дней отнимает И спасает от того Чтобы дальше Ну то есть Понятно что чем дальше По pipeline ты ловишь Тем дороже тебе это выходит Ну это понятно да А так в целом да Мы запускаем До сих пор На каждый чиф И у нас этих тестов Становится только больше Много разных вариаций Становится Слушай Ну знаешь Вот буквально Может быть так В нескольких словах Интересно Просто расскажи Как бы вот Техническую там Составляющую архитектуру Ваших тестов Ну у вас есть вот сервисы Которые пишут Это в принципе Как сейчас модно говорить Всякие там Микросервисы Несервисы Ну короче Сервисная какая-то Архитектура Много разных Отдельных сервисов Которые между собой Там по каким-то Опишечкам Как-то связаны Да То есть это вот Продукт Это набор Такой там Несколько Какого-то количества Там компонентов Соответственно Как вы это все Ну то есть Это вот Расскажи Может быть Технический старович Как вы все это Деплоите Чтобы просто понимать Почему у вас так Получилось там Легко по кнопке Все это выкладывать И тесты поднимать Обслуживать Это же тоже В общем-то Ну непростая Не самая легкая Такая задача В поддержке Вот этих тестов Этой инфраструктуры Чтобы все там Можно было легко Запускать на каждый чих Ну давай так Расскажу сначала Какие есть тесты И там Откуда они Второе Как это все Механика устроена Ну во-первых Вот Я стал еще замечать Что у людей Есть в голове Вот какая-то такая Или пирамида тестирования У них обычно Перед глазами встает Или у них есть Сколько-то там Вот этих буллетов С конкретными видами тестов Что там можно проверить То есть обычно там Ну там Три есть Четыре То есть есть Какие-нибудь Интеграционные И юниты Или там Интегрент API тесты И юниты А оказывается Что в жизни тестов Можно придумать много Всяких разных То есть у тебя там Кроме юнитов Могут быть Тесты Когда ты Например там Типа поднимаешь кусок Приложения И его там Проверяешь интеграционно Есть тесты Когда ты поднимаешь Весь свой сервис У него все Макируешь То есть это тоже Интеграционный тест Есть тесты Когда ты куда-то Задеплоил свой сервис И его гоняешь Тесты там API И там Реальной зависимости у него А например У него не все Реальные зависимости А там типа Все сервисы За которые Ты как бы Оунер Они твои А все там Дальние зависимости Они замокированы Чтобы у тебя тесты Стабильнее были Вот есть когда вообще Все там От ада я Там Опять же На фронтенде Тоже там Можно придумать То есть есть тесты Когда у тебя Есть бэкэнд тесты Когда ты замокировал Бэкэнд тесты Когда ты скриншоты Делаешь И оказывается Что вот Да Ну Оказывается Что когда ты вот Там Как бы Как сказать Ну застругал Короче побольше Этих разных видов тестов То они и баги Начинают разные ловить А не только какие-то Вот типичные Это да Хорошо Но вопрос в том Что как бы Вот их Чем их больше С одной стороны Это хорошо Больше ты багов Можешь найти Но с другой стороны Тебе больше нужно Время на их Собственную поддержку Там актуализацию То есть ты там Добавил новую фичку Какую-то Оно там затрагивает Там не один Там два Три твоих теста Там десяток Потому что у тебя Это ломается Интеграционный Ломается там UI Ломается скриншотилка Еще что-нибудь И тебе везде Везде надо идти И все-все починить То есть обратно Это сторона Что времени на это Нужно больше И вот тут же Надо найти Как бы тот Компромисс Когда у тебя Продукт достигает Достаточного То есть приемливого Для твоего Для бизнеса Качества То есть тем Чтобы не тратить Лишних сил На тесты Когда это Я согласен Ну ты знаешь Мы для себя Порешали так Мы сказали Что у нас есть Некий сервис Level agreement По качеству Он там выражается Очень просто У нас должно быть Ноль багов Того что называют Блокер приоритетом Когда все упало То есть Если их больше Если хотя бы одна есть То для нас Ну то есть Для нас нет разницы Если у тебя упал Продакшн Или если у тебя Там такая бага Потому что Это означает Что это что-то Пошло совсем не так Вот И дальше Сейчас мы накидываем Ту же самую Политику На там еще Следующий уровень багов Ну и в принципе Важнее даже Не Как сказать То есть Ну Для нас Уровень такой Что нам нужно Добиться того Чтобы все баги Которые есть Они находились Вот таких вот Ну в общем Неприятных уровней Они находились Не на продакшне Скажем так То есть Чтобы от пользователей Они нам не приходили Вот это Достаточно для нас Уровень Дальше Кажется что Смысла что-то улучшать Уже нету И действительно Можно запутаться В такое огромное количество Тестов Потому что Ну а вопрос поддержки Он решается так Что там Нужно посадить Человек или двух Которые напишут Хорошую библиотеку Которые переиспользуем Там хотя бы Между несколькими сервисами Для каждого конкретного Вида этих тестов И дальше Все ее будут использовать То есть Чтобы не было такого Что каждый там Одну и ту же задачу Решает там Десятью Ну чисто как дипломат У нас выглядит В принципе Мы начинали с того Что у нас сервисы Были на дотнете Здесь точнее Один сервис В самом начале И Оказалось что Есть такая штука Дотнет core Которая Прекрасно засовывается В докер Нам очень повезло Что у нас не было Каких там Матских интерпрайз интеграций То есть Дотнет core Он хорош во всем Кроме Я не знаю Если тебе там СООП какой-нибудь Надо делать Вот что-нибудь такое Из 2000-х годов Там не очень все Прекрасно с этим По сравнению С виндовой частью Ну с виндовым вариантом Тут на это Вот соответственно Мы докеризировали Его Докеризировали наш Фронтенд Для того чтобы Все одинаково ехало То есть Ну там Как бы к фронтенд Приложениям тоже Стоит относиться так Что это сервис Просто это сервис Который именно На фронтенде работает Да-да-да У него тоже есть Версионируемость И так далее Я тоже не считаю Что как бы там Фронтенд Что это что-то такое Это тоже обычный Как бы код Поэтому ну Почему он не должен Так же рассматриваться Как приложение Там со своими версиями Зависимостями Интерфейсами И прочими-прочими штуками Ну а дальше В общем там Все стандартно Если у тебя есть Какой-то оркестратор Для докера Кубернетес Наверное сейчас У большинства А у нас Это был ранчер Первой версии То есть вот сейчас Например Недавно был доклад От Алены Прохорчук Из ранчер Как они ранчер 2 делают Ранчер 2 Это совсем другой продукт А мы пользуемся Ранчер 1 Это такое тоже Похоже на кубернетес Попроще Поменьше возможностей Ну в общем Примерно то же самое Ну и Там Первое что мы сделали Мы сделали Очень простую вещь Когда у тебя На каждый мерш Твоего полреквеста Автоматически Обновляется Основное тестовое окружение С версией Твоего сервиса Вот И какое-то время Мы жили так Что у нас там Пока их сервиса Было немного У нас обновлялись Разом все То есть у нас Не было такого Что там Каждый сервис Деплоится по отдельности А просто всей пачкой Они там заливались Куда-то А дальше мы Сделали такую штуку Которая Постфактум оказалось Что она До определенного момента Скейлится Но вот в принципе До сих пор Она так нормально Себет То есть мы сделали Такую идею Что если мы Как бы Возьмем вот все Все сервисы На основном Тестовом окружении Которые опять же Уже По факту того Что это докер Максимально похожи На то что у тебя На продакшне И научимся Поднимать копию Этих сервисов На каждую фичу Бранч То есть не один сервис А прям вот Весь зоопарк Все что есть Ну в рамках Одного продукта То тогда у тебя Есть сколько хочешь Изоливных окружений Ты можешь на них Гонять любые Интеграционные тесты Потому что они Друг другу мешать Не будут И почти ничего Макировать не надо Кроме внешней зависимости И то там Ну Можно это обходить И мы так вот Делали И в принципе Продолжаем пока делать Хотя уже понятно Что там Ну начиная где-то С 50 сервисов В этот момент Скеллица перестает Нет Ну просто Много уже ресурсов На это Реально нужность Ведет там 50 сервисов И ты там хочешь Допустим В параллели Там 10 Каких-то Окружений Развернуть Чтобы там В параллели Провести 10 Там новых Фич То тут уже Ну как бы Много становится Ну да Ну я вот В докладе Показывал цифры Если эти Значит Окружения Оперативно подчищать Нам хватает Где-то там 200 гигабайт И 60 ядер Что ли Что-то вот такое В общем Не какие-то Космические цифры Но это за счет того Что у нас Все сервисы Стейтлесс Соответственно У нас нет такого Что у нас В сервисе Еще внутри Какой-нибудь Кэш Там живет Жирный То есть Они обычно Все довольно Маленькие Не Ну конечно У вас там Есть какие-то Базы Но они Более Как-то отдельно Я так понимаю Получается Ну да Базы И вот эти Все вещи Мы отдельно Но опять же У нас Как бы Чистая архитектура Но довольно Простое приложение У нас нет никаких Там Не знаю Мемори Гридов Чего-нибудь Вот такого У нас есть базы Очереди И сервисы И в общем Почти ничего больше нет Понятно Понятно Ну хорошо Ладно Давай теперь Поговорим Вот Вообще К идее Может быть Не знаю Такой подходу Что вот Ты уже сказал Про то Что Чтобы вот это Все эффективно Как-то поддерживать И писать там Тесты Нужно Как бы Написать Какой-нибудь Такой Фрейворк Или какую-то Такую Штуку Которая бы Позволила Ну Какую-то Платформу Скажем так Да Такую Базовую Платформу Для того Чтобы можно было Легко написать Там тесты Для там Нового сервиса И что-то такое То есть Вот это такое Вот расскажи Про эту штуку Что у вас В этом есть Что вы там Написали Или какие-то Идеи Вы там Используете Ну Если ты Про то Что я в докладе Рассказывал Про Котленд Исэль То это Такая Верхушка Айсберга Ну Давай Вот Ты в целом Да Это была верхушка Но интересно Вот просто Вообще Как бы Что ты здесь Вот По твоему опыту Как бы Как бы Идея хорошая Но вот Как вы К ней подошли И что вы у себя По этому поводу Делаете Ну Идея какая Если у тебя Есть Значит Н сервисов Умножить на М вариантов Как можно его Протестировать Умножить там Еще на Чего-нибудь Какую-нибудь Букву латинский Алфавит И сколько у тебя Там окружений Разных Надо отправлять Держать И обновлять То Сразу Быстро Становится Понятно Что Там Ну Можно Как хочешь Это там Делать Нужен какой-то Вариант Генерации Это всего То есть Тебе хочется Визуализировать Это все И хочется Значит Чтобы это все Было автоматически Чтобы не было Такого Что тебе Там На каждый Новый сервис Нужно сидеть Там Писать эти Скрипты Там Несколько дней Или там Какие-то Непонятные Конфишки И дальше У тебя Ну То есть Должна быть Прозрачность В том Как это все Происходит Вот Ветвеси Зоопарк Там Этих Тестов Запусков И так далее Он должен быть Виден То есть В момент Ты должен Можешь Пойти И увидеть Конкретный Билд В твоем Си-сервере Где вот Эти тесты Упали Там Должен Какой-то Отчет Вот Эти Там Билдов Становится Много 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 Обычно Там Пайпай Нет Тест Там Шаг Где Тест Это Такой Фан-ин И фан-аут Когда у тебя Там Из диплом Шага Вырастает Там Много Много Параллельных Степов С тестами Там Такими 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 Это Все Хочется Как-то Автоматом Делать И Изначально Нам Хотелось Это Делать Если Не Автоматом То Хотя Чтобы Это Не Требовало Наклики Не Там В Вот Это Все Ну Да Настраиваешь Эти Билд Степы Там Все Либо Копируешь Процесс Печальное Занятие Так Ну Еще Получилось Так Что На моем Предыдущем Месяц Работе Я уже Довольно Много Успел Поковыряться С Дженкинс И его Груве Пайплайн DSL То есть Я уже Лучшей Жизни Успел Попробовать Вот Поэтому Когда Я здесь Засел Затем Сити За последнее время За сколько За полгода Получается Напилили Целую Там Свою Библиотеку Основной Подход Который Нам Сейчас Очень Сильно Экономит Время Я тут Что-то Общался Пока Эти Доклад Делал Оказалось Что Основной Подход Он Не в том Факте Что Мы DSL Используем А в том Что Мы Или Например DSL А не Ямл Какое-то Описание Если У вас Не TeamCity Или А мы Описываем Вот У нас Есть Сервис У него Есть Такие Виды Тестов Такие Зависимости Дальше С этим Что-нибудь Пожалуйста Сделайте Декларативная Версус Императивная Оказывается Что Декларативный Подход Скеллица Намного Лучше Ну В принципе Да Тут Можно Там Много Спорить На эту Тему Споров Есть Но Мы Не будем Устроить Фоливары Тут Идея Как раз Вишь Немножко Не в том Что Там Императивная Декларативная А в том Что Ты Не Программируешь Там Не описываешь Именно Сами шаги А просто Как бы В итоге Перекладываешь Эту Задачу Там Ну На автоматический Там На какой-то Код То есть На какой-то Там Свой Фреймворк Или Что-то Такое А просто Говоришь Как бы По факту Какой Результат Тебе Нужен От этого Процесса То есть Что Ты хочешь Просто Взять Новую Вершию Сервис И запустить Его Прознать На нем Вот такие Виды Тестов А то Что Под капотом Надо Сгенерить Конфиги Вытянуть Новую Зависимость Это все Оно Уходит Под капот Этого Процесса И тем самым Экономит Время Ну Конечно Элементарный Вопрос У тебя Есть Тесты Тебе Нужно Где-то Запускать Один Под сайт Тестов Где-то Другой Где-то Их Надо Запускать Где-то Не Хочется Об этом Думать Хочется Это же Как Делаться Тут Есть Вторая Страна Монет Тебе Нужно Сесть С командой И договориться В каких-то Конвеншенах Чтобы написать Такую Штуку Где У тебя Снаружи Пять Параметров А внутри Разворачивается Лабиринт Понятно Что Это Разворачивание Тоже На что-то Опираться Для этого Мы Наврабатывали Целую кучу Разных Конвеншенов У нас Есть Например Конвеншен Что у нас Есть Сервис У него Есть Его Имя Какое-то Айдишник Условно Не машин Читаем А Контакт API И Дальше Все Где Раньше Это Задавалось Руками Все Теперь Автоматически Дедюсится Из Имени Этого Сервиса У нас Есть Тесты Тесты Запускаются Такой-то Командой Лежат В такой-то Папке Если Это Надо Или Еще Лучше Тесты Тоже Можно Контейнер С тестами Сделать В докере И Просто Рано Ему Делать И Дальше Он Сам Знает Что Ему Надо И Докер Здесь Тоже Играет Очень Большую Роль Потому Что Он Позволяет Нехилый Слой Абстракции В себя Забрать Контейнер С тестами Тоже Интересная Штука Ты Словом Скормил Эндпоинт На который Надо Натравить Эти Поднимай Сколько Хочешь Экземпляров И Погнали Ну И Что Важнее У твоих Тестов Тоже Есть Зависимости Обычные И Тебе Не Хочешь Чтобы Что Установилось Так Твоя Локальная Машина В Си По Другому Здесь Тоже Тема Очень Важна Чтобы У тебя Все Везде Было Одинаково Чтобы Тесты Которые Гонялись На Тесте Они Те же Самые Прогнались На Проде Или На Стейджинге А не Какая Мелкая Штучка Всегда Можно Подлезть Если У тебя Заново Все Пересобирается Каждый Раз Тут Важный Момент Ты Сказал Про Соглашение Вы Договорились Со Всеми Командами Выработали Набор Перечень Терминов Утверждений Соглашений Которым Надо Всем Следовать Где Лежат Тесты Как Называются Сервисы Какие-то Еще Штуки И Это Вы Уже Учли Потом В том числе В своем Фреймворке DSL И Именно Это Позволяет Тебе В конечном Итоге Эффективно Запускать И управлять У нас Естественно Есть Библиотеки Просто Для тестирования И В них Тоже Все Это Учитывается По максимуму Полагаемся На все Эти Конвеншены Вместо Того Чтобы Что-то Давать Конфигурируйте Мы Даже Мы Забираем Ручки Контроля Вот Таким Образом Что Мы Говорим Вот Смотрите Если Мы Все Договорились О том Что Теперь Оно Называется Вот Так Вот Так Вместо Того Чтобы Идти Что-то Кастомизировать У себя В билдах Ты Идешь И меняешь Себя Коди Чтобы Оно Так Что Называлось А вторая Возможность Как Там Ну То Если Ты Просто Постоянно Разработчикам Запрещать 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 То Дивоз На этом Закончится Окончательно Вот И В этом Плане Докер Он Нам Очень Сильно Помогает Потому Что Мы Можем Слушай Вот У тебя Есть Как Билда Сервисов Так И Запуска Тестов И Мы Говорим Вот Мы Тебя Вызовем Например С Такими Переменами Окружения Просто Run Тебе Сделаем Или Просто Докер Билд Сделаем С Такими Аргами Которые Передадим Дальше Делать Что Хочешь С ними На Выходе Просто Должен Получиться Какой Артефакт Или Тест Должен Запуститься И Нам Важно Это Унифицировать Чтобы Все Было Кирпичами Например Ну Хорошо А Какие Языки Просто Node JS Понятно Scala Я знаю Что Уже Kotlin У нас Есть Довольно Много На Dot Net Core Потом На втором Месте Node.js На нем Тоже Довольно Много Сервисов У У нас Надо Понимать Что Это Три Команды В Которых Я А Весь Тинько Ру Ну Да Конечно Например У наших Соседей Буквально Соседний Продух У них Только Scala У них Больше Ничего Нет А еще У других Ребят Только Java Вот Но Вот У нас Именно Так И Дальше У нас Есть Один На Kotlin Есть Один Внутренний Который Мы Наружу Не Выставляем На Python Вот И На Scala Несколько Есть На Скале Они В основном Там Где Мы Интегрируемся С соседями То есть Мы Некоторые Там Наработки Взяли И Просто Ну Просто Чтобы Не Переписывать Заново Ну Да Нет Цели Завести Под Какой-то Один Язык Наоборот Есть Цель Дать Возможность Разработчику Который Эффективен На Языке Х Максимально На нем Быть Эффективным И При Много Разных Языков Как Вы Сумели Найти Баланс Соглашений Чтобы Они Подходили Под Разные Языки Под Разные Парадигмы Под Разные Способы Использования Потому Что Одно Дело Когда У тебя Унифицированная Платформа Найти Соглашения Выработать Они Значительно Проще Более-менее Понятен Подходы Еще Что-то А когда Разные Языки Разные Подходы К Разработке Как Как Вы Здесь Могли Найти Баланс Оказывается Что У тебя Есть REST API Ты можешь Описать На любом Языке В итоге Это Что-то Что Открывает Порт Ходит Обратно По HTTP Протоколу Можно Намешивать Соглашения На этом Уровне На Общем Знаменателе Всех Сервисов Например У нас Сервис Discovery Сделан Через DNS А не Через Инструментацию Именно Потому Что Инструментировать Весь Этот Зоопарк Довольно Затратной Было Задачей А DNS Он И в Африке DNS Хочешь Не хочешь А твой Сервис Все равно Скорее Через DNS Пройдет В плане Именования Но Опять же Именование Хорошо Засовывается В Docker Если Мы Не Хотим Всех Заставлять Что-то Класть В Одну И Туже Папку Если Например Структуру Проекта Не знаю Если У тебя В Java Source Main Test Source Test Java А тут У меня Просто В корне End To End Папка Лежит Построй Docker Контейнер Обеспечить Обеспечить Что Мы Передаем Поверх Чего Запускай Адрес Теста Окружения Какие-то Параметры Теги Выплю Наружу Опять же Мы Например Используем Allure Reporter Для всех Наших Тестов От Юнитов И End To End Это У нас Линго Франка У нас Тестировщики Когда Смотрят Отчеты У них Все Отчеты Выглядят Одинаково С Точностью Доимена Этих Тестов Это Им Позволяет Когнитивную Нагрузку Снять Им Не Нужно Смотреть На Пять Разных Форматов Отчетов Это Хорошо Слушай Ты Немножко Сказал В самом Начале Тестировщики Которые Так или Иначе Есть В принципе Процесс Их Функции В процессе Ваших Изучений Набирание Опыта И отбивание Шишек Он Свелся К тому Что Они В итоге У вас Занимаются Высокоуровневым Тестированием Контролированием Всего Процесса Что оно Работает Они Не пишут В конечном итоге Какие-то Низкоуровневые Тесты Расскажи Про их роль Сейчас Какая она У них У них Есть Несколько Ролей Первая У нас Есть Тестировщики Это Ответственные Заказчики Соответственно У нас Элементарно Гид В нашем сервере Настроен Что ты Ни один Полреквест Нигде Ни в каком Сервере Кроме Библиотек Может быть Если твой Сервис Идет на Production А это Не какая-то Внутренняя Библиотека Которая Потом Будет Куда-то Интегрирована То ты Не можешь Замерзнуть Ничего Без Аппрува От тестировки Без того Чтобы он Галочку Поставил Элементарно Их задача Обычно Сделать Acceptance Тестирование Написано Должно Быть Так Они Так Ну Либо Там Есть Автоматические Тесты Которые Должно Быть Так Тогда Они Просто Смотрят Отчет Этих Тестов Так Да Действительно Так Окей Либо Если Там Что-то Еще Им Надо Они Могут Руками Посмотреть Но Это Занимает 5 Минут 15 Не 2 Часа Как Раньше Второе Они Занимаются Сейчас Именно Тем Что Мы Там Сейчас Пишем Новый Автоматизированный Сьют Для Того Чтобы На Продакшене Смог Тест Делать Вот Они Его Пишут Сами Полностью То есть Такой Кусок Который Мы Им Отдали На Откуп Ну И Соответственно Они Занимаются Тем Что Когда Мы Релизим Новую Версию Они Ту Часть Смог Тестирования Которая Не Автоматизирована Они Ее Проводят Руками Это Тоже Там А Дальше Вот В Принципе Потом У нас Есть Такая Активность Мы Пытались Формализовать Но Оказалось Что Ее Там Нужно Или Реже Делать Или Как То Неформально Но Кажется Все Так Что Формально Есть Такое Понятие Как Эксплоратор Тестирование Когда Ты Нелинейно Пытаешься Сломать Продукт Ну Или Что С Такое Сделать Не По Стандартным Сценариям Я Пошел Туда Нажал Эту Кнопку А Как То Так Как Мы Этого Не Ожидаем И Вот Они Вот Это Делают Мы Прямо Проводим Сессии Когда Они Садятся И Пытаются Что Там Поломать Есть Разные Методики Как Можно Делать Мы Одно Время Пытались Чаще Это Делать Сейчас Собрали Фидбэк Оказалось Что Реже Потом У нас Есть Такая Активность Мы Раз Месяц Садимся И Смотрим На Ситуацию С багами То есть Мы Смотрим То что Я Рассказывал СЛА По количеству Багов Не Выполняется Или Не Уполняется И Мы Смотрим Где У нас Сильнее Всего Болит Я В Докладе Рассказывал Что Мы Строим Такую Штуку Как Hitmap Наших Можем Сделать Ну И В Принципе Например Вот Между Прошлым И Недавним Наш Мы После того Которых Я С конференцией Минус Тоже Садились Оказалось Что У нас Была По-моему Одна Блокер Бага На Одном Из Продуктов И Она Была Найдена Не На Продакшене Было Сколько Там Критических Они Тоже Две Было Найдено На Продакшене Остальные Были Найдены Не На Продакшене Вот И Это В общем Радует Тенденции Мне Кажется В момент Когда Мы Сдвинем Туда Это Все В ту Область Где Нас Устраивает По Качеству Мы Будем Уже Больше Работать На Оптимизацию Процессов Чтобы Скорость Доставки Чтобы Тестировщики Наверное Будут Как-то Пытаться Понять Осознать Что У нас Там Средоточиться Просто На Достижении Результата А уже Потом Заниматься Его Оптимизацией И прочими Штуками Слушай Ну Я понял Да Здорово Вот Еще Момент Собственно Наверное Которое Логичное Продолжение Ну Хорошо Значит Вот Внедрили Вы Континюс Такой Деливери Эти процессы Пайплайны Все У вас Быстро Собирается Тестируется Выкатывается В Прод Хоть Не Каждые 5-10 Минут Но Тут Еще Стоит Вопрос Как Все Эффективно Мониторить В Проде И вот Ты говоришь Что там Баги Которые Бывают На Продакшене Ловятся Тоже Мне кажется В случае Изменения Подхода К Континюс Деливери Задача Мониторинга Именно Твоего Продакшн Кода Продакшн Системы Они тоже Меняются Что-то С ними Происходит Как-то Они должны Адаптироваться Под эти Процессы Вот Ты Прав Я Или Нет Скажи Ну Ты Абсолютно Прав И даже Я должен Тебе Сказать Что Я говорю Мы Сейчас В плане Тестирования На какой-то Точке Дойдем И дальше На этом Уроде Будем Держать Потому Что Чем Дальше Влез Тем Больше Понятно Что Ты Можешь Тут С головы Тонок Покрыться Тестом Это Тебя Все равно От Сложенных Сбоев Никак Не Защитит И Важнее Поним То есть Если Мы Падаем Но Мы Падаем Или Локально Или Мы Очень Быстро Поднимаемся Это Норм Если Мы Падаем И Об этом Узнаем От Наших Пользователей Это Очень Плохо Это Означает Что У нас Мониторинг Не Справляется С Мониторинг Который Ради Мониторинга Я Не Знаю Есть Фреймворки На Джаве Где Ты Можешь Одной Строшкой Воткнуть У тебя Будет Сразу Экспортироваться В Прометеус Сотни Метрик Любого Чего На Тебе Влезет Количество Поток Что Ты С Будешь Делать Дальше Не Совсем Понятно Мы И Используем Прометеус Для Метрик Во-первых В Принципе Достаточно Легко Все Это Делается Вытащить Наружу Endpoint На Порту Слэш Метрикс Который В этом Его Простом Формате Это Метрики Это Задача Довольно Простая Есть Библиотеки Для Любого Языков Которые Мы Используем Мы Собираем Метрики На Основе Логов У нас Все Бизнес Действия Одни Логируются И Мы Потом Строим Сколько Чего Было Сделано Оказалось Что Наиболее Важны Эти Вторые Метрики Например Нам Очень Важно Понимать Что У нас В среднем В час Днем В рабочие Часы Столько Таких Операций Происходит Например Столько Карточек Сервер Создается Или Редактируется Если Вдруг Число После Последнего Релиза Резко Начинает Где-то Падать А там Много Разных Операций Может Это Означает Что Скорее У нас Где-то Что-то Сбоит Нужно Срочно И Реагировать И Мы Именно По Бизнес Сметрингом Сейчас Стараемся Больше Ориентироваться Ну Потому Что Не знаю Разные Простые Вещи Вроде Дискового Пространства ЦПУ И так Далее У нас В принципе Как я Говорил Сервисы Довольно Тонкие И В общем Они Там Легко Скелляться Ну И Мы Просто Для Простоты Взяли Запас По Ресурсам Сейчас Такого Что У нас Вдруг Все сервисы ЦПУ У нас Обычно Не бывает Не Ну С ними Это Более Менее Все Понятно Да Ты Конечно Можно Так Сационар Эти метрики Там Собирается Ну Ты Видишь Да Там Загрузка ЦПУ 60-80% Но Опять Если Она Друг Резко Взросла До 100 Надо Тоже Можно Пойти Посмотреть Из-за чего Это Реально Выросла Нагрузка Или Все Где-то Что-то Под Капотом Сломалось У нас Были Забавные Дырки У нас Был Сервис Который С Кавкой Общался То есть Он Что-то Там Читал Из Топиков И В Другие Топики Писал Вот И Ну Мы Это На Тесте Обнаружили Что Что-то У него Короче Метрики По ЦПУ Постоянно На 100% Так И оказалось Что У него Внутри Какая-то Багуля Была Что Он Создавал Новый Поток На Каждое Входящее Сообщение И Там Был Интересный Вообще Сервис То есть Он Значит Ну И Эти Новые Потоки Они Там Не Останавливались Там То есть Он Не Останавливал После Этого Когда Они Отработали И Они Постоянно Что-то Там Фон Так Укрутили Крутили Крутили И Постоянно По Полпроцентика Вот 100 Сообщений Придет Вот У Тебя Уже 50% Загрузки Есть И Дальше Этот Сервис Падал С тем Что Он Выедал Максимальное Количество Потоков Которые Можно Создать Вот Шикарно И оказалось Что Например Нет Си Группы На Количество Потоков То есть Ты Ну Можешь Ограничить Ресурс CPU А Сколько У тебя Штук Потоков Создает Сервис Ты В Докере Вот Ну Я Пока Не Нашел Как Это Можно Сделать То есть Там Написано Что Вроде Как Просто Мы Уроним Твой Контейнер Когда Он Этот Лимит Перейдет Какой-то Один Общий Системный Да Забавно Забавно Такое Встретилось Из Мониторинга И Кстати Из Этого Понятно Что Хорошо Мониторинги На Тестовом Окружении Тоже Собирать Потому Что Ну Там Часто Можно Гораздо Раньше Встретить Эти Аномалии Если Там Какие-то Совсем Простые Ошибки Вот Элементарно Пока Ты Автоматически Тесты Гонишь У тебя Уже Метрики Могут Показать Что Слишком Много Памяти Ест Но В целом Да Ну Например У нас Там Не знаю Метрики Дисков Пространственных Остах Они Там Помогали Обнаруживать Такие Случаи Когда Сервис Какие Там Не знаю Кто-то Забыл Трейслоги Выключить Например Он Пишет Со страшной Скоростью Не знаю Гигабайт Логов В час Или больше Не в час А в пять минут И что-то с этим Тоже надо делать Ну В основном Ловятся такие Ошибки Ну то есть Многие из этих Вещей Можно порешать На самом деле Технически То есть Если ты свой Докер Контейнер Обрежешь ему Все входы и выходы То у тебя Многого из этого Просто нельзя Сделать Ну это же тоже Не всегда удобно Понимаешь Как бы Если ты прям Совсем все обрезал То как бы А тут вдруг Тебе там надо зайти Просто попробовать Где-то там Посмотреть Там Подкрутить Увидеть Прямо Что сейчас происходит Допустим Не перегружая Потому что Именно он сейчас Зашел в какое-то Такое состояние И вот Если ты сейчас Его там Ребутнешь То это состояние Просто может уже Не повториться Вот такие штуки Тоже же бывают В общем-то Ну да Согласен Это палка В двух концах Тут нельзя Ну кстати Дебаг в докере Это еще отдельная тема Мягко говоря Не просто что-то как-то Это все получается Ну да Слушай Ну как раз таки Вот знаешь Интересный такой вопрос Вот ты уже сказал Что там Да Докер вам там Помогает Вообще Как бы Как тебе кажется Вообще Все вот эти Контейнеризации Вот этот Дополнительный слой Такой по сути Ну абстракции Не абстракции Но такой инфраструктуры Которая возник Вот Насколько он Ну Действительно Меняет Вот изменил И меняет Вот подход К разработке Континью С этим всем процессом Пайплайном То есть Ну плюсы Понятно Да Вот это там Удобство Повторение Но вот Мне больше интересно Твои Ну как бы Твои ощущения По вот этим Скорее Даунсайдам То есть минусам Вот там Дебагинг Который усложняется Не всегда понятно Где что Как Чего Вот Если раньше Ты прям взял Вот он здесь У тебя сервер Залез Вот сервис запущен Все Быстренько Посмотрел И окей А тут Когда вот это все Начинается Вот как В этом процессе Тебе кажется Это усложняет Ну то есть Действительно ли Плюсы перевешивают Там минусы И вот как-то так Ну очевидно Что плюсы перевешивают Иначе Эта тема бы загнулась Наверное Но минусы Они есть Такие тоже Серьезные Мне кажется Главный минус Знаешь Вот для меня Как для разработчика Когда я за докером Начинал работать Главный минус был В когнитивной нагрузке То есть я просто вот Ну держать все Как оно там устроено Внутри постоянно Это не очень просто То есть Ты привык Вот действительно Как ты говоришь Что у тебя есть Там Ты залез на сервер Там что-то Какой-то процесс У тебя крутится А здесь у тебя Совсем другие какие-то Постоянно там Идут ограничения То есть У тебя там обычно Что-нибудь обрезано Часто бывает такого Что ты пишешь Там докер файл У тебя там Нестандартная Библиотеки не хватает А у тебя там Альпайн образ Чтобы меньше весело И вот ты там Идешь и ищешь Как бы это туда всунуть Или там Ну не знаю Дебаггинг Это вообще Более непонятно Для меня как дебаг Можно докер образа Потому что Ты же не можешь Все время открывать Там условно JimX порт Там наружу Или еще что-то такое Вот А если у тебя Оргестратор То ты тоже То есть У тебя Не только сам образ Становится иммутабл У тебя часто Ну например Как вот в кубернетус Ты не можешь Просто Нет в кубернетус Там UI Или там Какой-нибудь ручки То есть нельзя В рантайме Просто Ну там Вот так вот взять Открыть порт Тебе нужно там Пойти там Открыть Вот Начинаются всякие идеи Как там его пробросить Как-то хитро Еще что-то такое Вот-вот-вот Да Я вот про это Как раз таки говорю Что это усложняется Сразу просто Еще там Если у тебя Действительно что-то Типа кубернетус А ты еще там Не всегда понятно Где что В каком виде Сколько их там запущен То есть куда Вот это вот Оно же все там Само везде размазывается Там От нагрузки Туда-сюда И Совсем сложно С этим становится Ну если честно Не знаю Такое ощущение Что вот раньше Это было примерно так Вот До вот этой всей Девопс-темы Что у тебя был сервер На нем например Там Ну не знаю Я для Java Приду У тебя там столько Java Enterprise Сервер приложений Туда дипломился Твой этот Вот И ты в общем отвечал Только за вот эту штучку Одну Которая туда залилась А сегодня Если ты разработчик Там Никакой не администратор Ты должен понимать Как работает внутри докер Понимать Какая там Ну то есть Знать там Не знаю One-on-one Команд Кубернетус По тому как с ним работать Ты должен уметь Все вот это Значит Входы-выходы Там знать Как чего Куда И это в общем Еще целое То есть ты теперь Должен Кроме своего там Языка программирования И фреймворка Знать еще Такую же область Которая тоже В общем Далеко не маленькая Ты должен как разработчик Теперь Там В идеале Ты должен понимать Какие тебе надо Метрики экспортировать Там Какие не надо Как часто Они должны Собираться Там Раз в 10 секунд Раз в минуту Раз в 5 минут Вот там Че надо Лагировать Че не надо И в общем Ну то есть Ну во всяком случае У нас Где вот у нас Как бы В наших Дея-командах Там почти нет Такого Что у нас Администратора Раз в большую букву То есть У нас Много чего Делают разработчики И получается Так что У разработчиков Такая вторая профессия И ее нужно Осваивать И Но нам Помогает Здесь только то Что Есть коллеги Которые именно Из администрированной Среды приходят Или коллеги Которые Например Менеджат Эти кластеры Кубернетес И Можно у них Просто совета Спросить А как оно Там Че там внутри Как оно там Правильно Не знаю Не ляжет У нас Там Метейлс От того Что я начну Каждую секунду Экспортировать Свой ЦПУ Например А зачем Каждую секунду Экспортировать Ну как Надо же знать Вот Какой-то диалог Завязывается Ну Иногда бывает Что там Разработчик Он То есть Опасность в том Что Ты отдаешь Как бы все ручки Разработчику А он Разработчик У него может Просто Не быть экспертизы Потому что Все-таки Ну Это довольно Новая область И Там Не знаю На самом языке Примерно Пять Больше лет Можешь Примерно У тебя С докером Работать Полгода Например Старший Разработчик Сеньор На одном А тут Ты как Джун Получается Все эти Концепты Новые Ну да Тут только Как бы За счет Совета Общения Со старшими Товарищами Как-то Теми Кто Первый Проходит Первый Проходца В этой Области Протаривает Дорожку Уже Могут Как-то Делиться Внутри Внутри Команды Внутри Компании Экспертизой И вот этим всем В этом плане Один момент Действительно Эти процессы Все усложняются Мне эта Вся тенденция Она в целом Немножко Расстраивает По большому счету Действительно Процессы Если раньше Разработчик Просто написал И быстренько Все выложил То сейчас Как ты верно Заметил Столько всего Надо знать вокруг И уже нельзя Просто так Написать HTML Чтобы увидеть сайт Ты должен его Собрать Вебпаком Морду В бэкэнде Простроить Балансер Докер Завернуть Инжин Столько всего Чтобы просто Написать Несчастный Hello World В браузере Про сервисы Здесь тоже самое Такая же идея Докер Как Чего Куда Это конечно Немножко Оно так Как-то грустно Становится От этого Потому что Есть подходы Там же сейчас Есть обратное движение Ты слышал Есть там Сервисмеш И стил Есть такой Да Сервисмеш Но это тоже Как бы Знаешь Идея Классная Сервисмеш И в принципе Это там Следующий Такой этап Наверное Какое-то Развитие Вот этой всей Инфраструктурных Штук Вот этих Девопсовских Но так он Опять вводит Еще один уровень Абстракции То есть Понимаешь Мы как бы Уходим Все глубже И глубже Любую проблему Можно решить Введением Еще одного Слова Абстракции Кроме Проблем Избыточного Количества Абстракции Вот именно Про это Да И от этого Тоже немножко Становится Страшнее Страшнее Мы Например Смотрим Сейчас Одним глазом На Сервисмеш Понятно Что прямо Сейчас Никуда не Вотнешь На продакшн Но это Очень интересная Тема Которая Как раз Позволяет С тебя Как с Разработчика Много Чего снять Тебе Резко Становится Нет Идея Классная Действительно Особенно Эти всякие Сайдкары Прокси Не надо Тебе никаких Метрик Собирать Оно Все за тебя Уже Где-то Собирается Но Эта фраза Все за тебя Каким-то Образом Она Пугает Тех людей Особенно Когда у тебя Все под контролем Когда ты Все ручки Контролируешь Хотя Сейчас В случае Каких-нибудь Кубернетесов Уже Эти ручки Они не прямые Как раньше А это уже Что-то такое Опосредованное Управление Тут опять Надо очень Неплохо Разбираться Во всех Обычно Тебе Как разработчик Никто админский Доступ к кластеру Все-таки Не выдает Ну вот Вот Доступ к К нодам Кластеру У тебя тоже нет То есть Ты там Уже где-то Над ним Паришь И все Что там У тебя Он обычно Бинарный Либо он Работает Либо у него Что-нибудь Развалилось И ты Все что Ты можешь Сделать Пойти Сказать Ребят Что там У вас Именно Если сам Кластер Начинает Разваливаться Ты ничего Не можешь Здесь Делать Ну да Можешь Попить Бегать Кругами Писать Слагчаты Капсом Больше Ничего Ну да Слагстикеры И все Такое Слушай Ну мне кажется Как раз Такая Немножко Юморная Позитивная Нотка Как итог Куда мы Движемся Про слой Абстракции Будет хорошей Такой точкой В этом подкасте Ну если Что-то я вдруг Забыл Может быть Ты что-то еще Хотел Важное Рассказать Такое Что Вот Или может Что-нибудь Скажешь В принципе Вот со своего Такого Знаешь Опыта Так сказать Какий-то Такой совет Тем Кто вот Только сейчас Там находится Может быть В начале Пути Какие Самые Такие Сильные Грабли Вот Ты наступил Которые Может быть Можно предостеречь Там Избежать Ну ты знаешь Самая главная Грабля На которую Я наступил Она заключалась В том Что я Начитал С умных Статей И книжек Потому как Это все Надо делать Вот И у меня Было там Ну очень Простое По большому Счету Приложение Да Вот Не знаю Знаешь Выходит Статья Из серии Я свой Вордпресс Блог Запустил В общем На микросервис И в докере Вот Как бы Те инструменты Которые Вы используете Они должны Быть адекватны Ваши задачи Если у вас Есть Или Вы знаете Что это будет Через месяц А не через полгода Какая-то сложная Инфраструктурная тема Много сервисов И так далее Ну да Вам нужен Кубернет Да Вам Вот это все Надо Если у вас Там Не знаю Стартап С одного Контейнера Ну блин Закажите себе Тачку Впс Поднимите там Докер Композом Ваш один Контейнер Чудесный И все У вас будет Прекрасно Работать Если вы Очень Докер Хотите Ну то есть Как бы Нет смысла Вот это вот Все Что мы Сейчас Обсуждали Градить Если нет Вот этой Как бы Ну Необходимости То есть Далеко не всегда Есть необходимость Вот в этих Частых релизах Там Часто Нормально Там Раз в месяц Что-то залить Куда-то И никто не умрет И опять же Мы например С этим столкнулись Что у нас Там вот Факт того Что мы релизим Каждый день Очень плохо Сочетался С фактом того Что наши Разработчики Фитчеты Доставляли В лучшем случае Раз в неделю Вот Релизы в холостую Что называется Ну вот Да И как бы Тут надо Чтобы вот Средства Они были Адекватной проблеме И плясать от проблемы А не от того Вот этого вот Хайпа Который вокруг нас Тут находится И все такие Давай там Вот сейчас На Кубернет Все заедем Там вот Если у тебя Нет этих проблем Тебе это все не надо Вот Можно смело То есть Какой-то долей Скептицизма Надо к этому всему Подходить В общем Мне кажется Очень-очень Правильная мысль Я прям Просто Всячески Всеми руками Ногами Ее поддерживаю Вот Давай На этом И тогда Поставим точку Спасибо тебе Большое Андрей Что пришел В гости Было интересно Спасибо Вот Друзья Всем спасибо Что слушали Пишите ваши там Замечания Комментарии Пожелания Предложения Вопросы Вот Будем рады Любой обратной связи Вот И до новых встреч Всем пока-пока Пока